Друзья, всем привет! Вы смотрите дневник фанатов и за последние две недели мы посетили снежное регби, а также с нашими друзьями с сайта fanatic.ru, побывали на Крещене, также посетили фанатский красно-белый кросс. Все это смотрите в новом выпуске. Дневник фанатов не переключайтесь. Давай! Зеленоград, можно на ласточку? Крещенский день, есть два мероприятия, крещенское купание и, так скажем, крещенский кросс, ну то есть забег. Всех с праздником еще раз. Одиннадцатая спортшкола Зеленограда, наши парни готовы к игре, слышите эти громкие заряды. Первое место для них будет сложно, но мы постараемся. Красно-белые! 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 Друзья! Здорово! Здорово! Всем привет! Ставим у них фанаты! Расскажи, как вы справляетесь на бровке? Вы стоите, нет желания выскочить, помочь? На самом деле это очень тяжело, когда смотришь, когда играют твои, блин, друзья, братья, блядь. Тяжело, конечно, не выйти действительно там, мяч подкинуть, толкнуть кого-нибудь. Хочется выросли. Ты мне скажи, это ваш первый турнир в формате зимнего снежного регби? Нет, это у нас второй турнир. В том году мы первый раз номинировались на снежный регби в Москве, играли в аэропорту на Динамо. И это у нас второй штаны снежки. Мэм, ну круто! Я что, могу пожелать вместе с нашими зрителями, подписчиками удачи. Ребята, кто еще не знает, как выглядит инстаграм этих парней, мы где-то вот тут вот где-то оставим. Подписывайтесь на них, приходите на тренировки, просмотр же еще открыт, я всегда так понимаю. Да, да, конечно. Ладно, парни, мы идем дальше, мы показываем вам весь наш этот сюжет. Вы смотрите, с вас, как обычно, лайки, подписки на парней. На нас уж ладно, может, не подписываться, просто смотрите. Приходите на тренировки, ждем вас. На тренировки, на игры, вся инфа будет везде. Пошли, Греция. Пойдем. Мы в Царицыно, сегодня крещение у нас в России, поэтому парня с фанатика позвали с ними провести время. Правда, приехал чуть пораньше, поэтому сейчас кунусь первый. Друзья, это Лев, вы его помните, многие смотрели наши выпуски с ним, мы оставим здесь подсказки на наши с ним сюжеты. Слушай, я уже сделал, ребята, небольшую отбивку рассказал, мне позвонили ваша компания с сайта fanatic.ru. Говорят, Серег, у нас крещенский день, есть два мероприятия, это крещенское купание и, так скажем, крещенский кросс, ну, то есть, забег, какие-то благодворительные истории. Слушай, как часто вы это проводите, давай так? Ну, кроссы проводят где-то 5-6 кроссов в год. Вот, есть выделенный кросс, это новогодний, который мы, как бы, кроссом фанатика не считаем, просто новогодний кросс. Вот, в этом году будет еще 15-летие сайта, поэтому... Ну, так вот, я думаю, у вас будет много кроссов, потому что год только начинается. Скажи мне, а когда начинается? Попасть, вот, например, сейчас люди посмотрят и захотят с вами там бегать вместе, заниматься спортом, это как-то возможно вообще? Да, конечно, а всех мероприятиях спортивных и вообще которых мы проводим, там, теннисные турниры и волейбольные турниры... Все в доступе, все в доступе, на сайте и, как бы, всегда и в ВК, и Инстаграм, везде есть. Кто хочет, принимайте участие, у нас есть там ответственные, к которым вы можете всегда записаться на кросс, там, приходите все, всех будем очень рады видеть. Да, касаемо купания, первый раз наши выпускники показывали, купание. Касаемо кросс, купание. Это уже второй раз, когда мы проводим такой общий и кросс, и купание, именно. Это просто, когда совпадают даты. То есть, это должен быть 19-й выходной, когда мы проводим кросс. Ну, первый раз мы проводили, Ваня, лет 5, наверное, назад. А сам уже что-то купаешься подряд? Это третий раз. Третий раз? Третий раз, вот. Вот, а тогда был минус 21. Тогда с нами Алексей Зуев как раз нырял. Да, я считаю, что отлично. Отлично, и, как бы, всем тоже рекомендую. Без фанатизма. Бодрит, конечно, конкретно. Парни, с праздником, еще раз поздравляю тебя. Всех с праздником, с крещением Господнем. Сейчас мы уезжаем на рэк, а парни поедут на кроссы, эти кадры мы вам сейчас покажем. Всем, ребят, не устану повторять, потому что, на самом деле, спасибо. Парни, мы сейчас отойдем от нашей вот этой вот, как обычно, темы. Типа, снимать все, что происходит. Мы подготовили для вас небольшой рассказ от нашего друга Коли, который живет в Зеленограде, болеет за Спартак. И долгое время играл в рэк за регбийный клуб МИЭТ. Это регбийный клуб объеменного института, который находится в Зеленограде, правильно? Да. Сейчас мы перейдем к камеру на Коляна и зададим ему несколько вопросов. Он расскажет нам, как это вообще здесь все устроено. Колян, здорова. Здорова, Серега. Ну, давай, ладно. Скажем, где мы сейчас находимся и почему-то так много команд, но они все, типа, дружные между собой. Ну, короче, всем привет. Да, мы находимся сейчас в спортшколе 111. Это, соответственно, зал фитнеса. Ну, чуть-чуть его освободили. Обычно тут тренажеры, там, грибные, беговые дорожки. Вот. Ну, как бы, под мероприятие его освободили. Сделали раздевалки для трех зеленоградских команд. Давай начнем так. В Зеленограде есть спортшкола, где мы сейчас находимся. И есть три клуба, да, регбинах? Да, три регбинах клуба. Соответственно, студенческая команда МИЭТ, любительская команда Зенитовец. И клуб Зеленоград, он выступает и в любительской лиге. Ну, то есть чемпионате. Чемпионате Москвы. Я все отрую и спорю. Да, в чемпионате Москвы, в высшей лиге России. Скажи, можно ли назвать Зеленоград таким, ну, учитывая из твоих слов и как это есть на самом деле? Зеленоград такая... Ну, одна из базовых. Базовых. Базовых, да. Базовых, да. Базовых, да. В принципе, можем сказать. Ну, так оно и есть, по большому счету. В принципе, да, да. Ну, то есть вот у нас есть игроки, которые сейчас играют в... Выпускники Зеленоградской школы. Да, да. Выпускники Зеленоградской школы. То есть, например, капитан сборной России по регби, это выпускник Зеленоградской школы Василий Артемьев. Значит, у нас есть Кирилл Голосницкий играет за Красный Яр, выступает в сборной России. Серега Евсеев сейчас в сборной по семерке в турне. Потом Патрис Пеки тоже постоянный участник по регби 7. Сейчас тоже, ну, в расположении сборной находится, насколько я знаю, играет за Монина. Да, Валера Морозов, он уехал, вот буквально типа с 1 января Я заключил контракт с английским клубом в Сейл Шаркс. Вот. И, соответственно, уехал с 1 января, находится в расположении в Англии. И там играет еще один товарищ, чуть-чуть постарше, Андрей Остриков, тоже в этом же клубе, тоже воспитанник Зеленоградской школы. Слушай, очень круто. Спасибо тебе за такой экскурс, потому что это реально, ну, бля, прикольно. Да, на самом деле, регбиный комплекс построили не так давно, в 14-м. В 14-м. А до этого ты где играл? А до этого у нас поле, оно вот вдоль Ленинградской расположено. А, просто, да? Да, да, да. То есть там более такой простой поле, но тем не менее тоже. Ну, короче, давай просто продолжим. Я приехал сегодня в зелик и на этот турнир. Комплекс понравился. Блин, комплекс, бомба. Короче, ребят, всех, кто живет здесь. Парни, опять сел фотик. И если у нас есть какой-то спонсор, который нас смотрит, мы тебя ищем. Найди нас и купи нам камеру. В общем, и те, кто еще не знает, чем им заниматься, с каким видом спорта. У нас таких подписчиков много. Ребят, вот Зеленоград, вот Коля. Ищите его. Кодовое имя у него на ППРе. Коля на ППРе. Будете искать. Ладно, приходите сюда еще раз. Как это называется место? Спорт-школа 111. Спорт-школа 111. Записывайтесь на занятия, на секции, да. И будьте такими же крутыми. А давайте детей своих. Конечно. Если кто постарше, то есть дети. Есть команда районная. Всех ждем. Все бесплатно. Формы выдаются. Самое главное, что формы выдаются. Формы выдаются. Покупаются, как было раньше. У нас, когда мы тренировались. Погнали, Спорт-школа. Пойдем болеть занятия. И я с фингалом дома. Волкску. Старая школа. Выпускной. Набережная. Вон, какого. Никакой. И все живут. И родители моложе. И если я что-то забрал, Борт не поможет. Как детский рисунок на асфальте. Вся моя жизнь. На карте вспомнить. То, что мне дорога вспомнить. Рэп. 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 Борт не поможет. Не протыд. На карте. Рэп. Вон, как awaited. Борт не подойдет. Миша. Поздравляю третье место. Болели, кричали за вас. Круто. Всем советовала. Кртая тема. Даже голос в себе. Скажи давай свою эмоцию обращаем. У нас цель в Снежке – это, чтобы официально верим, сигнализм перед сезоном, отказали, какие-то связки отыграли, наиграли, чтобы уже в половину пятнашку было играть, и гораздо проще. Какой для вас тренировочный мутурлет? Не сказать, что тренировочный, естественно, цель всегда есть, я всегда хочу быть первыми, но команда сложная, команда сильная. Да, то есть, я считаю, что классный результат, ну, а остался второй, Зельники, третий. Нет, обыграли. Оля, привет, брат! Короче, я поздравляю вас, вы молодцы, ребят, все, кто посмотрел этот выпуск, поставьте жирный лайк, наверное, вот этим парням, они молодцы, третье место, Снежное Рэгби. Ну, и давай свое фирменное, точнее, наше, только от тебя, чтобы тебя все послушали, но я тоже не слушаю, наверное. Про дневник Потапа. Ставьте лайки, колокольчики, подписка. Ух! Нет, без запаха. Там все-все пока. Закрывай эготизм. Ха-ха-ха. Друзья, всем спасибо, кто досмотрел этот выпуск до конца. Если у вас есть желание принимать активное участие в жизни трибуны, поддерживать Спартак, писать самые яркие перфомансы в России, да что там в России, в Европе, пишите нам в директ, мы вас обязательно этому научим, обучим и все покажем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Спартак чемпион, а остальное уж как-нибудь срастется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok